МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат. 2015 год – это год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Не раз в нашей программе мы обращались к этой теме, потому что это наша священная память, слава и печаль. Михаил Николаевич Щалыгин – председатель прихода Никольского собора города Котельнича Иранской епархии. Он впервые побывал в поисковой экспедиции, и сегодня его рассказ об этом – поистине волнительном и запоминающемся моменте. В середине апреля мне позвонил отец Владимир Неганов, настоятель Никольского храма поселка Свеча Иранской епархии, и предложил принять участие в поисковой экспедиции отряда «Взвод», в которой он является руководителем и духовником. «Что такое поиск и как он проходит?» – спросил я отца Владимира. «Что мы будем там делать?» Отец Владимир ответил кратко. «Мы будем копать и поднимать солдат, погибших в 1942 году». Вопросов было множество. Что значит поднимать солдат? Откуда поднимать? Они что, совсем не захоронены? Если так, то почему за 70 лет после войны их никто не захоронил? Ни государства, ни родственники. А главный вопрос – нужно ли тревожить прах? Ведь люди погибли и лежат уже более 70 лет. И я поехал с отцом Владимиром. Приехали на место. Команда у нас собралась дружная. Здесь и подростки, 14-17 лет, учитель на пенсии, военврач, священник. Специалистами был проведен инструктаж по безопасности, то есть как себя вести в случае обнаружения опасных предметов. Наконец, первый волнительный день поиска. Мы идем за два километра от лагеря на место, где наши войска весной 1942 года пытались окружить немцев, взять важную высоту, бывшую деревню Майлуковой горки. На первый взгляд все обычно, лес как лес. Но присмотревшись, понимаешь, что вокруг не просто круглые ямки с водой, а они идеально круглые. От одного до трех метров в диаметре. Знатоки комментируют. Здесь такой-то снаряд упал, здесь мина 80-ка. Между воронками неглубокие, но обширные свежие раскопы. Почти над каждым на дереве висит ржавая каска. Здесь поисковики подняли погибшего солдата. Они бежали в атаку в полном обмундировании, были убиты пулей или взрывом. Упали, кого как нашла смерть. И пролежали 73 года. Даже неприхороненные, устремленные все как один в сторону противника. Некоторые даже в касках. Совсем недалеко, метрах в 150, расположены немецкие окопы. Они змейкой вьются между деревьев, выпирают брусферы. Полукругом здесь стоял пулемет. Под листвой куча латунных гильз, так называемый настрел. Отсюда они стреляли по нашим. Жуткая картина захлебнувшейся неудачной атаки оживает в сознании. Понимаешь, что это не фильм о войне. То, что ты видишь, во много раз страшнее и реальнее того, что слышал раньше. Начинаем искать. На поверхности земли, чуть прикрытая листвой, советская каска. Сразу и незаметно. Под каской ничего. Значит, надо искать рядом. Может быть, она спала и откатилась. Так и есть. Первая заработка началась здесь. То есть мы зацепиличный металлоискатель, за пряжку. Вот стали раскапывать и обморвали кости. То есть вот уже останки первого солдата. Потом ребята подошли. Нашли рядом противоглас, но там, к сожалению, пусто оказалось. И Даня у нас нашел... Продолжение следует... Продолжение следует... На следующий день мы нашли еще двоих. У одного медальон. После обеда мы пришли на место предполагаемого залегания останков солдата. Мы именно искателям, металлодетекторам обнаружили сначала какое-то метрическое предместо для раскапывать, и вдруг попался медальон. И теперь будем проводить работу по поиску солдата. Это очень радостная вещь для всех. Мы очень рады. С нетерпением ждем дня, когда отдадим медальоны специалистам, и они откроют их. И мы узнаем, кто эти люди, из какой части, а может быть и обстоятельства их гибели. Ну, зацепка была за эту пряжечку. Буквально, наверное, 50 метров от того места, где мы нашли предыдущих. Вот, найдем. Может быть, следующий, не знаю. У него что, рука нагрузили? Вот сюда рука идет. А вторая-то вот рука. А вторая откинет рука. Да, под углом. Так, руку вот здесь, вот эту руку освобождайте туда. Смотрите, как он идет. На пятый день подняты останки еще двоих. Медальонов нет. Но при одном солдате ложка со странной надписью. Березнери. В век информации и открытых архивов найти данные стало проще. Сайт Минобороны, объединенная база данных «Мемориал», выдает. При наступлении на Малукову горке был убит и оставлен на территории противника. Не Березнери, а Березнер Иосиф Маркович. Сейчас, секундочку. Многое открывается. Время – воинская часть. Это 26-й гвардейский стрелковый полк. Штурмовал высоту в начале мая 42-го года и полег в этом лесу. С волнением мы идем к специалистам. По исковикам из города Старая Русса открывать найденные медальоны. Процесс неспешный. За столом сидит основательно отставной военный и, не торопясь, вскрывает медальоны, разворачивает их на белом сухом листе, свернутые так давно бумажки. Напряжение висит в воздухе. Толпа окружила стол. Следит и переживает за каждое его движение, которое он делает зубочистками. Бумага немного подсыхает и открываются имена. Огарев, Федор Васильевич. Стрелок из Пензенской области. 1904 года рождения. Стрелок из Пензенской области. Пищиков Владимир Петрович. 1921 года рождения. Из города Сарапово. Радость от того, что мы узнали имена, несравнима ни с чем. Узнали. Быстро через интернет выясняем, что Пищиков числился пропавшим без вести. Нужно сообщить родным. У поисковиков связи налажены. Звонок Ижевской группе и уже через два дня найдены родственники Владимира Пищикова в городе Сарапово. Они хотят знать все об обстоятельствах гибели этого человека и похоронить своего героя на родине. Огарев из Пензы. Березнар из Житомирской области. Пищиков из Сарапова. А по спискам ОБД Мемориал на этом небольшом пятачке еще 15 фамилий погибших в этот день, 6 мая 1942 года, и оставленных на нейтральной полосе гвардейцев 26-го гвардейского стрелкового полка. Круг замкнулся. Долг выполнен. Найти родных Огарева и Березнара – это вопрос времени. Я узнала больше историю о Великой Отечественной войне. Как тут проходило, что тут было. Наполняю чувство гордости для наших солдат. Время – боль. Ну, это то, что было, и нам надо просто поднять солдат, чтобы они не валялись, а были покоены их, останутся. Грабавка приезжает в нормальных людей. Последний день нашей экспедиции посвящен увековечению памяти бойцов. Оформляем места гибели. Небольшой холмик, крест из белого дерева, жестяная табличка, каска – все как положено. Три креста с именами, остальные безымянные. В этих новгородских лесах, южнее Ленинграда, погибло более 800 тысяч бойцов Красной Армии, Северо-Западного и Волховского фронтов. Официально захоронено, с воинскими почестями, лишь около 450 тысяч человек. Остальные лежат в воронках, окопах, а то и просто на полях, под слоем сухих листьев. И мы должны что-то сделать, чтобы иметь право сказать слова. Никто не забыт, и ничто не забыто. Я получил ответы на свои вопросы. И на главный вопрос – нужно ли копать и поднимать солдат? Теперь у меня есть четкий ответ – да. И еще важнейший момент – воспитательный. Там, в экспедиции, мы видели, как меняются отношения к войне и вообще к жизни у подростков. Для участника поискового отряда память о тех страшных событиях останется священной на всю жизнь. Были моменты, когда на глазах участников появлялись слезы от скорби и от радости, возвращенного из обвления имени. И от чувства сопричастности к одному большому и настоящему делу. Мне кажется порой, что солдаты С кровавых не пришедшие парень Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Эхо тех событий еще долго не умолкнет на нашей земле И последнего солдата похоронит уже не наше поколение До свидания, храни вас Господь!